Итак, после первого закрытия нового рейда Клятва Послушника, в игре появилась таки возможность получить экзотическую глефу. Нет, вам самостоятельно рейд проходить для этого не нужно, не пугайтесь. Всё, что нужно будет сделать, не так сложно. Но сначала небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса Dwing.net, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит своё время и нервы. На сайте ты найдёшь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождения рейда, получения заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения Королева-Ведьма. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIBE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Существует три экзотические глефы. Каждая из них привязана к одному из трёх классов – Титан, Охотник и Варлок. У каждой есть особенности, которых нет у двух других, так что рекомендую в дальнейшем получить их на всех своих персонажах. Итак, квест на экзотическую глефу называется «Рапорт. Обратная приманка». Получить его можно только после того, как вы выполните все остальные задания под заголовком «Рапорт», которые нужно забрать на доске в Анклаве. Да, это может занять некоторое время, поскольку для выполнения одного из них понадобится изготовить два оружия из активности «Источник», которое довольно редко падает с красной рамкой. О том, как создавать оружие и что это за красная рамка, я уже рассказывал в одном из видео, так что если не знаешь, вернись и посмотри на канале. На момент записи видео Банджи уже пообещали, что увеличат шанс выпадения нужного оружия в «Источнике» с ресетом во вторник 8 марта. Так что если вы хотите не просидеть тонну часов в лучшей активности на планете, советую подождать патча. Если же вы уже выполнили и сдали все рапорты на доске с уликами в Анклаве и на момент запуска рейда в игре у вас были лишь в недоступном режиме на ней два рапорта, то вот что нужно вам делать дальше. Сначала берем рапорт «Пирамида осмотр», тот что легендарный, и отправляемся в новую сюжетную миссию в мире престоле сохранения. Она фактически повторяет первый этап рейда и рассчитана на трех человек. Вначале вам нужно дотолкать очередную тележку из пункта А в пункт Б. Для этого чистим арену от мобов и собираем появляющиеся бафы. Максимум один человек может нести по три штуки. Собирайте и приносите к тачке, чтобы она завелась. Когда дотолкаете тележку до финальной цели, пирамида откроет свои двери и вы сможете пройти внутрь. Запрыгивайте в проход справа. И зачищайте новую арену от противников. Когда одна из дверей неподалеку откроется, проходите внутрь и убивайте всех врагов там. Внутри вам высветится символ, обозначающий то, какая комната открылась следующая. У нас это был красный квадрат. Ищите ее, также зачищайте и после бегите в центральный проход комнате, в которой вам останется финальное сражение. Убив всех скорнов здесь, активируйте панель с краю и завершайте миссию. Летите в анклав и сдавайте этот рапорт. Сможете после этого забрать тот самый экзотический обратная приманка. Обратите внимание, в описании квеста немного криво написано задание. Текст велит вам лететь в дворик королевы, а в пунктах указано «Осколок Осмия получен». Это значит, что сначала вам нужно забрать осколок Осмия на доске с уликами и лишь потом лететь в мир престола Саватун. Отмечайте квест на отслеживание и летите по отметкам на карте. Добравшись до точки назначения, оставляйте осколок, забирайтесь наверх и, устроив засаду улью, позвольте ему красть реликвию. После этого следуйте за ней и убивайте всех врагов внутри. Затем, назад в анклав и сдав рапорт, получайте образ, из которого изготавливаете свою первую экзотическую глефу для своего класса персонажа. К сожалению, вы не сможете повторить этот квест на других персонажах сразу же. Вам придется сначала завершить кампанию Королева-Ведьма на каждом из персонажей, которого вы хотите оснастить экзот глефой, а после ее завершения нужно будет фармить источник на тех персонажах, которые еще не получили глефу. То есть, если вам нужна глефа Титана и вы разблокировали экзотическую глефу с помощью этого квеста на Варлоке, например, вам придется фармить источник на своем Титане до тех пор, пока не выпадет нужная глефа или, точнее, ее образ. Я еще сам не фармил. Насколько сейчас известно, это единственный способ получить два других экзота. Так что приготовьтесь потратить еще немного времени на фарм и следите за новостями. Если вдруг появятся иные способы получения или шанс выпадения окажется сломанным и его будут чинить, мы напишем об этом обо всем в группе ВКонтакте. Ну и для тех, кто ждет гайды по рейду, они тоже будут, они тоже в работе, просто Day One оказался тяжелее в этот раз, чем ожидалось. Скоро все будет. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить ничего нового и до связи.